Из книги «Открытым оком» том 13, тема «Лапкин книги. Вопрос 2753». Чем вызвано то, что иногда вы часто печатаетесь, а то замолкаете на долгое время? По каким темам есть желание выступить сегодня в печати? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не отношу себя к высколькам, чтобы заявлять о себе. Притча 18.2. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Мне это прикид и не ради афиши. Но что, вот где я такой скромный. Но иногда почти случайно попадает мне в руки материал, где врут нахально. Меня это уже касается, я сажусь за стол. Как правило, на мое вмешательство в какой-то процесс реакция всегда злобная от невежды. Но они ничего не доказывают в пользу своей правоты, а только применяют меня антикоммунистам, антисоветчикам и прочее. Например, вот заметка из газеты «За науку» номер 2 2000 года Алтайского государственного университета к изданию Библии на Алтае. В первом номере «За науку» была опубликована поступившая от агентства «Банк ФАКС» информация об издании впервые на Алтае Библии. Казалось бы, дело хорошее, но вот какой отклик мы получили от проповедника Русской Православной Церкви за рубежом Игнатия Ильича Лапкина. Одного из лучших знатоков Библии в России оказывается. На Алтае издана неполная Библия, состоящая из 66 книг. Игнатий Тихонович трижды связывался с епархиальным управлением. И главный редактор Алтайской миссии В.Н. Ворсина подтвердила, что епископ Антони не благословлял и не поддерживал издание канонической Библии неполное. Со слов настоятеля Свято-Никольского храма отца Михаила Капранова известно, что он никакого благословения на издание этой Библии также не давал. Издание канонической Библии или отдельных ее частей дело весьма хорошее. Но православные каноны разрешают издание только полной Библии. По словам Игнатия Тихоновича, Вселенская Церковь никогда за 2000 лет не издавала Библию неполную. В полной Библии 77 книг, 50 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. В Ветхом Завете 39 книг канонические и 11 не канонические. Канонические Ветхозаветные книги 39 перейдены с еврейского языка, а не канонические с греческого и латинского языков. Синодальным переводом Библии на русский язык называют перевод 1876 года. Католическая православная, Григория, но армянская, копская, сирская церкви, а также тиране никогда не издавали Библию в 66 книг. Это запрещено канонами церкви и святыми отцами. Апостольское правило 85, Лаодикийский собор 361 года, 59-60 правила, святой Афанасий Великий о праздниках, глава 39, святой Амфилохий, православный священник-епископ, патриарх, сенот не могут дать разрешение благословения на издание Библии 66 книг канонической, то есть неполной. Библия, содержащая одни только канонические книги, впервые была издана для Британского библейского общества в 1882 году, но вскоре была запрещена, затем в 1907 году на русском языке в синодальной типографии. Но ее постигла та же участь. Неполная Библия, по словам Игнатия Николаевского, как и человек без отдельных членов, без глаза, без руки, ноги, поврежденная. Неполную Библию издают только сектанты. Бог Авраама испытал однажды. Неслыханную жертву запросил. Никто там право отцу советам не подскажет, никто не одолжит на время сил. Столетний старец должен заколоть своей рукою единственного сына возлюбленного. От него он кость и плоть представить невозможно, кровь застынет. Но патриарх и это превозмог. Что думал он, дорогой нож сжимая? Что разве людоедом стал наш бог пригорше узкоглазого мамая? Дошел до ручки, поднимая нож, так и застыл, заслышав голос, слышит. Что человек? Он клоп, лоха и вожь, когда создателя не видит и не слышит. Понятно. Всем придется умереть когда-то, только не сейчас и не сегодня. Привыкли чахнуть, медленно стареть, а нас бы спотыкались, как патруб негодный. Весь разговор опять веду к войне. Так стоит ли оружие нам брать, когда пришла пора забить свиней, под угол жизни завести домкрат? Неотвратимо близится расплата за блуд, убийство, жадность и обман. Душа повинная к расчету косолапит. Страшится, сокрушается весьма. Бог ведет дух смиренный, приголубит. Брак у границы околеет сходу. Неведомая темы, как Колумбы, не зная броду, как полежишь в воду. Довериться разрушить иегове, и с благовестием подникнуть в стан врага, пока возмездием за грехи не закован через вершины путь моих ногам. 6 мая 2005 года. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok